У меня не очень много времени, и за это время мне хочется очень много вам рассказать, потому что за те полгода, что мы с вами не виделись, много произошло нового. Очень много. И вы много уже услышали, и на приветственном слове Марка Каплуна, он рассказал много нового, много новой важной информации. Только что передо мной Ирина Сорокина рассказывала о положении компании, о будущем, о перспективах, о возможностях, естественно. Но и мне хочется с вами немножко поделиться. Но знаете, по своей натуре я такой хвостун немножечко, может быть, и поэтому не могу не уделить внимания этому очень важному факту. Прошло уже достаточно много времени, прошло уже целых полтора месяца, но рвется наружу у меня, это не могу сдержать, все равно надо рассказать. Ребята, целый месяц больше вернулся с Гавайев. Рассказал всем, рассказал всем, но еще хочу. Вот не могу удержаться. Сегодня на самом деле очень много, очень много уже вы услышали о тех возможностях, которые дает компания МВ. И на самом деле сегодня, придя в этот зал, вы уже получаете первый свой такой, знаете, дверцу приоткрытую, чтобы получить эти возможности. Когда-то каждый из тех людей, кто сегодня эти возможности имеет, он тоже был на пороге этой самой дверцы. Она тоже когда-то для него приоткрывалась. Для кого-то раньше, для кого-то сильно, для кого-то чуть меньше. Кому-то приходилось даже эту дверь, может быть, даже чуть выламывать, но сам факт, такая дверца перед ним всегда была. Перед каждым из людей, сидящих вперед. Сегодня перед вами открывается такая же дверца. И, естественно, от вас зависит, как вы ей воспользуетесь. Вы знаете, когда сейчас мы летели так далеко на этот остров, остров Гавайи, острова, точнее, Гавайи, мне казалось, это прекрасное путешествие, так замечательно, но мне расстраивало одно, меня расстраивало только одно, что надо лететь очень далеко. Вы знаете, надо 12 часов сначала, потом делать пересадку, и потом лететь еще 6 часов. Не всегда это приятно, летишь и комфортно в бизнес-классе, но все равно не совсем это комфортно. Но когда я сел в самолет, который летел из Лос-Анджелеса на Гавайи, я сел туда не один, конечно, нас было много, были бриллианты, практически все бриллианты были в этой поездке, и всей России, я имею в виду, и всей Европы. И когда мы сели в этот самолет, то первое, что мне понравилось, что сгладило все мои сомнения и всю мою усталость, это одна удивительная вещь. Когда вы садитесь в самолет, который летит на Гавайи, то пилот и стюардессы делают очень странное, с одной стороны ободряющее, а с другой стороны, знаете, немножко пугающее объявление. Кто летал на самолете? Многие из вас, да? Вы знаете, я понимаю, что многие могут поднять руку, просто я, к сожалению, не всех увижу, но представим те, кто летал на самолете или смотрел фильм о том, как летают на самолете. Вы знаете, что всегда командир корабля делает объявление в самолете, что наш самолет совершает... ...ис по маршруту... ...москва, Урюпинск, Москва, еще кто-то... ...или что угодно, Москва, Нью-Йорк, или Нью-Йорк, что угодно, и так далее. Но когда вы садитесь в самолет, который летит на Гавайи, то пилот и стюардессы объявляют таким образом. Наш самолет летит из Лос-Анджелеса в рай. Они так и говорят. Дорогие пассажиры, мы летим в рай. Ты сначала радуешься, что ты летишь в рай. Но когда самолет взлетает, и ты летишь 6 часов над океаном, а над океаном самолет, знаете, он так неровно чуть-чуть летит, то ты уже начинаешь сомневаться в радости того, что ты летишь в рай. Но когда ты пережил эти 6 часов ожидания рая, причем непонятно какого рая, и ты приземляешься на Гавайях, выходишь, то запах особенный. Ты должен почувствовать этот запах. И ты понимаешь, что на самом деле оно того стоило. Я не знаю, многие ли из вас были на Гавайях. Я не знаю, многие ли из вас туда собираются в ближайшее время. И я не знаю, многие ли из тех, кто собирается туда полететь бесплатно, как это сделали мы. Но абсолютно точно, что у многих из вас, я не знаю, когда будет следующая такая подобная поездка от компании МВ, потому что на самом деле это очень далеко. Это очень далеко. Но я думаю, что она еще когда-нибудь произойдет обязательно. Мне так кажется. У меня такое предчувствие есть. Почему-то. Тем более представители компании сидят в зале, знаете, если мы будем больше говорить о предчувствии, может быть, оно сбудется. И я думаю, вон там, да, вот там сильное предчувствие у всех. И я думаю, что в следующий раз, когда это будет, нас может лететь гораздо больше, но мы будем уже подготовлены, мы будем знать, что за рай мы летим. Мы будем, те, кто был уже, будут успокаивать тех, кто в первый раз. Те, кто в первый раз будут привыкать к этому. И я думаю, что мы сможем совершить эту поездку. Как вы на это смотрите? Но, чтобы совершить эту поездку, надо пройти определенный путь. Как я уже сказал, первый шаг вы сделали. Такой первый шажочек в направлении, в достижении этой цели. Но впереди еще будет очень много каких-то вещей, которые нужно будет сделать. С чем-то побороться, что-то преодолеть, что-то сделать. Но если ты сегодня на самом деле будешь настроен на то, что мы вместе скоро, ну, на мой взгляд, это недолго, этот процесс может занять не так много времени, как кажется, сможем полететь с тобой вместе в рай. Но самое интересное, вернуться из него потом. Знаете, это билет не в один конец, это меня радует. Это билет, это с обратной дорогой. То если мы можем с тобой поехать в этот рай, меня это обнадеживает, и я очень хочу, чтобы это начало обнадеживать тебя. Я взял открытки из всяких поездок, в которых мы были, и на них пишу. Их очень много нам дают. Знаете, компания МВА иногда преувеличивает наши возможности, дает очень много, всем невозможно отправить, поэтому у меня несколько остается, и я из разных путешествий их всегда беру, на них пишу. Да, о чем, вот сейчас у меня какая мысль пищает, о чем я сейчас думаю? Что вот эти открытки, на которых я сейчас написал себе, подготовил немножко текста, да, это все те места, где мы с вами побывали. Но я представить себе не могу, сколько еще может быть таких открыток из тех мест, где мы еще с вами побываем. И сегодня Марк Каплун показал на своем экране несколько таких, как сказать, этих картинок, да, из тех мест, где мы были. Там была Анталия, вторая Анталия, была Сардиния и была Тенерифе, остров Тенерифе. Но было еще огромное количество разного рода бриллиантовых поездок, которые просто невозможно вместить все на одном экране компьютера, иначе будут они очень маленькие, их не будет просто видно. Поэтому сегодня я даже взял с собой несколько таких, чтобы мы могли их увидеть, в том числе из Гавайев, чтобы мы могли себе представить, сколько, сколько впереди у нас еще возможно разного рода поездок, разного рода интересных вещей. И я тебе хочу сказать, что сегодня, конечно, это как, ну, молотком по голове, да, или первый день пришел, еще не понимаем, в чем дело, тут уже тебя зазывают на Гавайи. Но таков бизнес-эмвей, что делать с первого дня. С первого дня предлагаем самое лучшее. Извините. Но кто-то из нас скажет, что, ну, да, может быть, это было бы неплохо, может быть, это было бы хорошо, поехать туда-сюда, получить то и это. Ну, иногда же, слышишь, такой вопрос, такой ответ точнее. Да, я бы хотел, но ведь работать надо. Ну, да. Ну, естественно, надо работать. Когда мы летим на Гавайи, мы там тоже немножко работаем, мы тоже одеваем костюм, мы тоже идем на бизнес-сессию. Но я хочу тебе сказать, лучше бесплатно работать на Гавайях, чем за те копейки где-нибудь в центре России. Мне так кажется. За бесплатно, я имею в виду, что тебе это ни во что не обходится, тебе за это платят, да? И вы знаете, с чем я сравниваю иногда наш бизнес? Есть ли люди, которые любят вкусно покушать на меня чем-то похожее? А? Неужели никто не любит кушать? А сладкое любите сладкое? Ой, в последнее время грешу сладким, друзья мои. Пиджак почему расстегнут, думаете, это такой мода, что ли, я просто застегнуть не могу? Не сходится уже, все, сегодня поел, вчера сходился, сегодня не сходится. Я очень люблю сладкое. И вы знаете, когда меня приглашают в гости люди, те, кто в первый раз особенно приглашают, те, кто уже не в первый раз, они чаще всего уже стараются второй не приглашать, но те, кто в первый раз, знаете, они когда приглашают, они готовят еду, они наивно думают, что много не будем делать, наверное, как бы хватит, но может вдруг не хватит, но Борю пригласим, он, наверное, много-то не будет есть, и с приличием они не знают, что такого я приличия не знаю, я всегда много ем. Но с чем я сравниваю наш бизнес? Я недавно был в гостях, в очередной раз я был в гостях у людей, которые были чуть-чуть не подготовлены. Они не то что не подготовлены, они не ожидали, что столько может нормальный человек съесть. И они когда все сделали, блюдо, все покушали, они принесли пирог. Ну, пирог вкусный такой, с клубникой, любите с клубникой пирог? Да? Такой классный, знаете, свежий, прямо вот пахнет свежим пирогом, с клубникой. Ну, они кусочек отрезали, как бы, и было много людей, знаете, они по кусочку отрезали и раздали всем. Ну, дали мне, дали еще людям, еще людям, кому-то еще дали пирожочек, кусочек. Ну, и кто-то отказался, знаете, кто-то сказал, я на диете, знаете, особенно девочки приходят, когда я на диете, я уже вторые недели ничего не ем, я худею. И там тоже такая была, знаете, девушка, которая, я худею. Я не знал, как она потом до дома добралась, ветер был. Не знаю, добралась или нет, может быть, ее унесло куда-нибудь. И она тоже сидела, вы знаете, я не могу этот пирог кушать, он очень жирный, этот пирог. Я сначала думал, она про меня сказала, но она, кажется, про пирог. Вот. И остался кусочек пирога. И хозяйка говорит, ну, все поели пирог, я тоже съел пирог, и этот кусок лежит один. А там таких, как девушка, было несколько, и все смотрят на этот кусок. Все смотрят на этот кусок и думают, кому-то станется. И с одной стороны, вроде неудобно сказать, знаете, ну, как бы, а можно мне доесть наш пирог? Но это тем людям неудобно. Знаете, это им неудобно. Я же в Сочи вырос. У нас в Сочи всегда говорили, неудобно только в том случае, если у тебя вдруг сын на соседа похож. Это неудобно перед людьми. Все остальное нормально. Но я и подумал, что у меня сына нет. Пока, что, стыдиться нечего. Ну, я пирог и съел. Ну, вроде бы, интересная история, но к чему я ее рассказываю? Вы знаете, мне наш бизнес иногда напоминает этот пирог с клубникой. такой вкусный, свежий, обалденный такой пирог с клубникой. Ты приносишь этот пирог, режешь его на равные части и эти части раздаешь. Да? И кто-то тебе говорит, ну, вы знаете, я не хочу съесть этот пирог. Да? Кто-то сказал, ты пришел ему с билетом, например, да, или с чем-то, с предложением этого бизнеса, как с куском пирога. Он сказал, ты знаешь, я бы не хотел кушать этот пирог. И ты вроде должен расстроиться. И я вроде должен расстроиться. Но! Как, все спрашивают, почему бриллианты становятся бриллиантами? Не потому, что они суперлюди. Ну, некоторые из них, конечно, может быть и супер, но... Да, но не потому, что не только поэтому, не только потому, что они суперлюди, но потому, что они знают, что всегда найдется такой Боря, Вася, Маша, Даша, Петя, кто угодно, который не постесняется и захочет съесть этот кусок. Правда же? Вы же здесь? Вы же этот пирожок съели? Вы же этот кусочек взяли? Я вас с этим поздравляю. Вы съели очень вкусный клубничный пирог. Вы приехали сюда, пирог вкусный, безусловно, все сидят, посмотрите, классно всем, особенно те, кто впереди. Значит, точно может не понравиться, значит, точно можно взять рецепт. И сегодня на этом семинаре ты будешь получать рецепт от пирога. Для чего? Для того, чтобы когда ты вернулся с этого семинара, ты сделал этот пирог, порезал его на кусочки и пошел раздавать людям. Да, друзьям, знакомым, я не знаю кому. Об этом в третий день будут говорить, кому его раздавать. И в третий день, кстати, будут говорить о самых основных ингредиентах. Сегодня я тебе пока рассказываю только о том, как он выглядит, о том, чем он пахнет и о том, как долго до него надо лететь. Завтра тебе тоже об этом будут говорить, а послезавтра будет рецепт. Не пропусти. Не пропусти. Иногда я прихожу к своим друзьям, они говорят, ну слушай, прямо молодец такой, купил там новую машину бабушке, еще что-то сделал, еще что-то сделал. Я говорю, слушай, ну так а почему ты этого не делаешь? Ты не покупаешь новую машину. Ты хочешь новую машину? Я тебя спрашиваю, ты хочешь новую машину? Да! И они мне говорят то же самое. Потом я говорю, вы знаете, я переехал в новую квартиру. Они говорят, вау, ты переехал в новую квартиру. Классно. Я говорю, а ты хочешь переехать в новую квартиру? Ты хочешь переехать в новую квартиру? Да! Два человека хочется, ну или в новый дом. Да! Потом ты спрашиваешь его, а хочешь ты поехать на Гавайи, да так еще поехать, чтобы бесплатно. Да! и он мне говорит, и он мне говорит, да! Я еще не видел меня дочек, которая сказала, нет! Только не Гавайи! Я доплачу еще, только не берите меня туда! Потом я ему говорю, слушай, я тут собрался, спорт люблю, вот полюбил в последнее время, собрался хоккей поехать посмотреть. Ты хочешь поехать посмотреть хоккей на чемпионат мира? Да! Он мне говорит, да, хочу! Я говорю, ну окей, ну а почему ты не делаешь? Почему ты не покупаешь себе новую машину? Что ты говоришь? Или что он говорит мне? Я не могу! Я не могу! Я говорю, почему ты не переезжаешь в новую квартиру или в новый дом? Почему? Ну редко кто говорит, ты знаешь, неохота, у меня моя устраивает, расширяться неохота. Как правило, говорят, я не могу! Я чаще-чаще слышу этот ответ, я не могу! Ты можешь поехать на Гавайи? Я не могу! Ты можешь купить своей бабушке новую машину? Я не могу! Ты можешь себе купить? Я не могу! Ты можешь пойти на спорт, поехать на какое-то мероприятие на спорт? Я не могу! Ты можешь полететь самолет бизнес-классом? Я не могу! 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 И от этого голова начинает болеть! Я не знаю, как она у людей не болит, но у меня начинает болеть от этого. Я не могу! 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 которые в этой программе есть, а их сделать может в принципе каждый, если будет делать, то через три с половиной года у того, кто сделает, есть шанс получить 200 тысяч евро. А что такое 200 тысяч евро? Вот сидит новый изумруд. Саяна, скажи, что такое 200 тысяч евро для тебя? Нет, 9 миллионов, я умею переводить, Джамсон. Ты скажи, что это для тебя? Что такое 200 тысяч евро? Квартира, машина, что еще? Путешествия, обучение за рубежом детей. 200 тысяч евро, это столько много вещей. Кстати, вы когда не задумались о том, что такое 200 тысяч евро? 200 тысяч евро, это 4 пачки по 100 купюр в 500 евро. То есть, представляешь, ты когда получишь эти 200 тысяч евро, 4 пачки положишь в карман, и ты идешь в пиджаке, у тебя лежит в пиджаке новая машина, новая квартира, новый дом, путешествие, обучение детей за рубежом, и никто об этом даже не знает. Ты идешь, распихал по карманам, идешь, такой тихо, у тебя сдут машина с квартирой, тут путешествие с обучением, и никто не знает. Но на самом деле, что такое 200 тысяч евро через 3,5 года? Скажи мне, что такое 200 тысяч евро через 3,5 года. Это ответ на вопрос, ты можешь купить себе новую машину? Ты говоришь, я могу. На 200 тысяч евро ты можешь купить новую машину? Ребята, что за запросы у вас, вы какую хотите? Ты можешь купить себе квартиру за 200 тысяч евро? Я могу. Ты можешь поехать в путешествие? Я могу. Я не слышу. За 200 тысяч евро ты можешь поехать в путешествие? Ты можешь? Я могу. Ты можешь обучать детей за рубежом? Я могу. Ты представляешь, 3,5 года, скажи мне, это много или нет? 3,5 года это много или нет? Я не слышу. 3,5 года это немного. Но через 3,5 года твоим девизом по жизни, открытым или закрытым, явным или неявным может стать не вопрос «я не могу» или «я не знаю как», а может стать «я могу». И мне это нравится. И я вижу на лицах бриллиантов, которые здесь сидят, то, что им это нравится. Им нравится на вопрос какой-то им, который задаются, им нравится отвечать «я могу». Им нравится отвечать «я не могу», поэтому они бриллианты, не потому что они суперлюди. Потому что они не хотят отвечать на вопрос «я не могу». Их девиз «я могу». А твой девиз какой? Какой твой девиз? А? О-о-о-о-о-о. Это твой девиз? Твой девиз «я могу». Вот это девиз. А не «я могу». Я могу. Я могу. Я могу, пока ты говоришь мне, что я могу. Ты уйдешь, и я не смогу. Вот когда ты вернешься через полгода, я снова смогу. Я могу. Здесь я или не здесь я, ты должен смотреть. Ты можешь. Я могу. Гавайи я могу. Машину я могу. И не важно, рядом с тобой бриллиант сидит или не рядом. Я могу. Ты знаешь, у меня здесь лежит много всяких вещей. Ну, много всяких вещичек у меня здесь лежит. И я хочу немножечко, немножечко с ними повозиться. Но чтобы мы с вами поняли. Я попрошу одного из моих друзей, партнеров и помощников выйти сюда. Вот смотри. У меня есть два рюкзака. Миша, помоги мне. Возьми я второй. У меня есть один рюкзак. Пустой. И второй есть рюкзак. Пустой. И мы с один рюкзак будем кое-чем наполнять. И второй рюкзак будем кое-чем наполнять. Вы со мной? Отлично. Давайте положим в рюкзак мой. Наши мечты. Готовы? Кто-нибудь мечтает о том, чтобы у него была новая машина? Я хочу, чтобы камера показывала. Никто не против? Кладем в рюкзак. О, отлично. Кладем в рюкзак. Так, 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 так. Красивые вещи. Кладем в рюкзак. Так, точно? Супер. Парочку дорогих часов. А? Кладем? Отлично. Ой, 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 что бы еще? Так. Ну, машину для жены или для сына, или для дочери, или для мужа берем? А? Ну, хорошо. Так, 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 так. Называется «Как стать эмиром?» Компания Emirates выполняет рейсы из Дубая в Бангкок на двухпалубных лайнерах в отдельных каютах. Отдельная каюта на борту самолета. Первый класс. Круче, чем первый класс. Кладем? Из Дубая в Бангкок. Кладем? О, супер. Ух, что здесь у нас? А здесь у нас написано «Профильный бизнес». Водоворот денежный. Берем? Ой, как он засасывает, ребята. Этот водоворот. Как засасывает? Берем? Берем. Так, 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 что у нас здесь есть еще? О, новый отель в австрийском Китсбюэле. В горах. Берем? А, новый, новый отель. Ой, крутой, говорят, с полем для гольфа собственным. Берем? В Австрии, в Китсбюэле. Берем. Ммм, какие вы жадные. Что у нас еще здесь? Гонки по замерзшему озеру. На Ламборджини, Порше, Бентли, Феррари и Ауди. Берем? А, берем. Сам хочу, ребята. Так, 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 так. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Билеты на чемпионат мира по хоккею. Берем? А? Так, 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 так. Что у нас здесь? А здесь у нас вырезка из журнала «Амаграм», обложка. Журнал «Амаграм» за апрель 2006 года. Этот журнал, я не буду врать сейчас, но расходится очень большим тиражом. И чья-то фотография может быть сейчас на фотографии Марка и Марины Копло. Берем? Будем Марка с Мариной двигать с обложки чуть-чуть. А то им скучно быть, знаете, одним на этой обложке. Берем? Берем. Супер. Но это еще не все. Я подумал, подумал, а что мы кладем одни картинки? Я же бриллиант стою на сцене. Давайте я что-нибудь тоже положу. Например, часы. Зачем картинку? Сниму свои и брошу. Хорошие, неплохие, не самые дорогие, но не самые дешевые. Берем? Берем. Машины. Мы мечтаем о машинах, смотрим разные картинки. Давайте положим ключ от Порша. Подойдет? Нормально? Кладем? Не самый хороший Порш, знаете, но пойдет. Ездит и ездит. Все это сложили, запаковали, закрыли и подержали. Но не очень тяжело, правда же? Смотрите, не очень тяжело, я не очень сильный человек, но по-моему не очень тяжело. Одел на спину все свои мечты и пошел. Да, вроде бы. Смотрите, как легко. Правда? Классно? Но есть подводные, так сказать, камушки. Алексей? Ведь в нас есть что? Море сомнений. Правда? Правда или нет? Мы хотим, но не уверены в том, что сможем. Да? Слушай, красиво заливает, но ему, наверное, повезло, а я-то не смогу. Да? Да. Ты знаешь, я бы хотел, да вот времени нету. Вот вроде хочется, и бизнес хороший, и Гавайи неплохо, но времени так не хватает. Да? Да. Кто, интересно, мой рюкзак потом мыть будет? Да я вроде готов. Да я вроде и время нашел. Ну вот ты знаешь, то ли людей нету, то ли читать не могу. Ну в общем, сплошные недоразумения. Да? Мы набрали всего этого. Тихо. Давай. 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 Отпускай. 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 Пять кирпичей. Не попрыгаешь ты. Тяжело. Поверь мне, пять кирпичей. Тяжело. Правда же? Кто-нибудь таскал? Хочешь попробовать? Еле иду. И уже не подбросишь. Да? 20 килограммов. 20 килограммов. 20 килограммов. Одни часы. Один ключ от Порша. Один ключ от квартиры. Один, две пачки. Все это не больше двух килограммов. С чем тебе удобнее? С чем тебе удобнее? С чем тебе удобнее? С чем тебе удобнее? Ты хочешь ходить со своим грузом? Ты хочешь сходить со всеми этими оправданиями? Ты хочешь сходить с тем, что мне не нравится? Я не могу. Я не смогу. У меня не получится. Это тяжело. Сбрось это все. Выбрось это. Я даже не могу. Мы еще, видите, подтягиваем кого-нибудь, чтобы нам помогли с этим. Обычно жену, детей, мужа, кого-нибудь еще. Чтобы их тоже нагрузить, знаете. Чтобы одному не тяжело было. Для того, чтобы все это стало настоящим, нам надо кое-что еще сюда добавить. Кое-какой инструмент. Всем знакомо, что это такое? Это то, с чем мы работаем. Для того, чтобы нам получить нашу мечту, нам необходим первый стартовый. В любом случае, нам необходим материал M-Way. Для того, чтобы нам осуществить свои мечты, нам обязательно нужен продукт. Правда? Обязательно. Мы без него никогда не справимся. Для того, чтобы осуществить мечты, нам обязательно нужен инструмент, который помогает нам учиться и мотивироваться. Это то, где мы сейчас находимся. Правда или нет? Для того, чтобы, когда нет этого инструмента рядом, чтобы учиться, у нас должен быть другой инструмент. Наш настольный, с которым мы занимаемся постоянно, которым мы задаем вопросы и получаем ответы. Так или не так? Поверь мне, положив все эти инструменты, он не стал намного тяжелее. А мечты стали намного ближе. Но тяжелее он не стал. А в этот рюкзак... Леша, открой, пожалуйста. А в этот рюкзак мне даже инструмент положить некуда. Потому что он очень сильно нагружен. Поэтому выбирай, какой из этих твой. Определяйся с тем, чего ты хочешь. Определяйся, с каким из них тебе идти легче. И если все-таки ты выберешь тот, который на самом деле сегодня ты заслуживаешь, то пользуйся тем, что ты имеешь. Пользуйся тем, что ты имеешь. Пользуйся тем, что у тебя сейчас находится в руках. Верь в свою мечту. Верь в свою мечту. Пользуйся тем, что тебе дает эта замечательная компания. Этот замечательный продукт. Эта замечательная обучающая система. И тогда все это, возможно, станет правдой. Поверь мне. Выбор за тобой. Или это будет просто бумажка. Или это будет что-то настоящее. Выбирай. Становись бриллиантом. Будь успешным. Хорошего семинара. Люблю вас. Спасибо. Спасибо.